Прошли эти дни с момента новости об Алексея Навального для вас? Печально. Печально прошли. В плохом настроении, в плохом себя ощущении. А как думаете, почему тело Алексея Навального все еще не выдают? Не могу сказать, затрудняюсь, но подозрения есть. Раз не выдаю, значит есть причина. Как для вас, для человека, которого эта новость повергла в шок, вообще вы представляете дальше свою жизнь? Я последую совет Шульман, который посоветовала пока погоревать. Поэтому не знаю пока. Но все это очень печально. Я пришла сюда, чтобы почтить память человека, который боролся за нас, за наш народ, за прекрасную Россию будущего. Это очень тяжелое время для многих людей. И самое главное в данной ситуации, это не оставаться одним, а приходить туда, где можно объединиться и поговорить с теми, кто думает точно так же, как и вы. И важно, важно обсуждать, важно говорить и важно объединяться. Вы за эти дни впервые пришли сюда, к мемориалу? Да, к сожалению, впервые. Я сначала хотела дождаться официального заявления семьи, но по стечению обстоятельств не смогла вырваться в 17-го числа сюда. Но как только появилась возможность, я здесь. Вам было страшно сюда приходить? Я оценивала свои риски, но все-таки чувства, которые меня переполняют, были сильнее. Вам не было страшно сюда приходить? Слушайте, чувство страха, это у любого человека важно, что ты с ним делаешь. А не то, что там тебе страшно. Все страшно, страх базовое чувство. Какие эмоции вы сейчас вообще свытаете? Ужас, негодование, пустота, ну как у всех людей. Непонятно, что будет дальше. Лидера, ну на сегодняшний день, такого яркого, нет. Возможно, что-то появится на этой надежды. А надежда остается? Конечно, конечно, конечно. А по-другому не будет, потому что очевидно, что страна наклоняется влево. Есть даже лидеры, есть лидеры, нет. Это просто видно. Во-первых, и время пришло. Ну и все признаки этого. Кем для вас был Алексей Навальный? Смелым человеком, безусловным лидером. Тот, кто не боялся. Кто мог за собой повести. Человек совести. Человек совести, который не мог иначе. И вот вы спросили, почему здесь. Отчасти тоже такое самоуважение. Потому что ты смотришь, когда женщины идут, когда человек, в принципе, зная, что его ожидает, прилетел и пошел на все это. Ну, такое тоже стыдно немного. Так вот посидеть на кухне, поговорить, как мы все это обычно делаем. И так опять, ну пошли там, да, опять спать. Завтра включим YouTube, посмотрим, что же там происходит. Дело еще и в этом. Сейчас очень многие говорят о том, что они ожидали такого конца для Алексея Навального. Ожидали ли вы? Конечно. Конечно. И более того, я думаю, что он ожидал. И в этом-то и есть его смелость, его лидерство. Его уже предупреждали. Его кто только не предупреждал. И тем не менее, он делает этот шаг. Понятно, что есть надежда на лучшее, что что-то случится. Надеялись на обмен, и который, получается, окончится чем, окончится. Ничем. Ну, посмотрим теперь, что будет дальше. Я думаю, что я не знаю просто как жить в этой стране. Люди убивают просто так, и никто ни за что не отвечает. И никто не ответит. И никто никогда ничего не узнает. У вас осталась вообще какая-то надежда? Нет. Нет. Если честно, то нет. Скажите, пожалуйста, вы вообще сюда, когда приходили, не боялись? Пожалуй, нет. Что вообще думаете по поводу гибели Алексея Навального? Боль. Большую боль. У вас осталась сейчас какая-то внутри вас надежда? Да, конечно. Безусловно. А что вы вообще сейчас еще чувствуете на душе? Какие мысли вас посещают? Ну, может быть, ярость, ненависть. Может быть, какое-то тяжесть. А не задумывались ли о том, чтобы уехать из России? Ну, перманем, но, безусловно, такие мысли есть. Но сказать, что они могут быть осуществимы, наверняка. Кем для вас был Алексей Навальный? Ну, может быть, в какой-то степени свечой, горящей в темноте. Скажите, пожалуйста, кем для вас был Алексей Навальный? Ну, известный политический деятель, оппозиционер. А вы разделяли его политические взгляды? Ну, только отчасти. Для меня он слишком правый политик. Но, в принципе, как волевой человек, смелый, я его за это сильно уважаю. Что вы сейчас испытываете? Какие чувства? Ну, я скажу так, я не сильно удивлен. Расстроен? Расстроен. Ну, живем дальше. Надежда остается? Конечно. Скажите, пожалуйста, что для вас значил Алексей Навальный? Надежду. Что вы сейчас испытываете на душе в связи с этими событиями со смертью Алексея Навального? Пустошение. Но все равно надежды у меня не забрали. Надеюсь, у вас тоже не заберут. Потому что тогда все было зря. А я надеюсь, что все-таки все было не зря. Вы впервые пришли положить цветы за эти дни? Да, впервые. А ходят по несколько раз? Да, я встречал людей... Молодцы. Очень уважаю этих людей. Вы опасались вообще сюда приходить? Мандраж был. А почему? Ну, мне кажется, я адекватный. Ну, я воспринимаю реальность адекватно. Скажите, пожалуйста, что для вас значил Алексей Навальный? Для меня он значил много. Потому что во многом его расследования дальше активизировали российскую действительность, российский народ. И во многом Алексей Навальный был такой для меня символичной фигурой, нежели важной какой-то политической. Я помню 21-й год, я помню 18-й год. И всегда это был какой-то медиафурор, медиаскандал. И было приятно за этим наблюдать. Скажите, пожалуйста, первый раз ли вы пришли, принесли сюда цветы? Нет, я пришла второй раз. Я была еще вчера. И, судя по всему, цветы убирают. Насколько я знаю, позавчера их убрали ночью. Но тем не менее, людей все еще много. Желающих возложить цветы много. И видна какая-то все еще память об Алексее. Приносит много цветов. Что вы сейчас чувствуете, какие эмоции испытываете? Немного смешанные, потому что изначально была какая-то грусть, какое-то горе. А сейчас вроде какая-то бытность не изменилась. То есть все как обычно. Но при этом остается какой-то шрам, как будто ничего не будет как прежде. И этот конфликт, он, конечно, очень грустен и вызывает много эмоций смешанных. Остается ли у вас какая-то сейчас надежда? Да, надежда остается, безусловно. Я считаю неправильно думать, что надежда умерла вместе с Алексеем. Потому что есть еще очень много людей, которые борются за свободу в нашей стране. И еще много есть политических заключенных, которые живы. То, что умер символ, не значит, что умерло все. Также умирал и Борис Ельцин. Но это не остановило Россию, не остановило нас и не заставило нас замолчать. Скажите, пожалуйста, первый раз ли вы за эти дни сюда пришли? Да, я пришла сюда первый раз за эти дни. Для того, чтобы посмотреть, как здесь обстоят дела. Кем для вас был Алексей Навальный? В первую очередь это будет надежда и условная вера в светлое будущее, скажем так. Это то светлое, к чему ты смотришь и стремишься к этому. После того, как он умер, вот эти эмоции у вас остались? До сих пор. Они у меня не уйдут еще очень-очень долго. Это будет копиться. И это просто будет ждать своего часа. Что вы испытываете сейчас? Какой спектр эмоций вообще? Опустошение. Я не знаю, какие здесь могут быть еще эмоции позитивные. Я не понимаю, как они здесь могут быть. Это опустошение, да. Что вы скажете людям, которые боятся приходить и возлагать сюда цветы? А здесь нечего бояться. Ну, конечно, страшно, потому что все мы думаем о том, что мы все взяты за горло, ничего поделать не можем. Цветы возлагать никто не запрещает. Да, их могут убирать, их могут показывать, что их здесь нет, но это неправда. И как бы я сама это вижу и понимаю, что бояться не нужно настолько, насколько делаем это мы все. Скажите, пожалуйста, вы вообще за эти дни первый раз сюда пришли? Нет, мы были в пятницу, суббота не получилось, воскресенье и сегодня. Почему считаете правильным приходить вот постоянно сюда? А что нам еще остается? Это единственная возможность выразить и боль, и горе, и протест, и все что угодно. Только вот так, только принеся цветочек. Кем для вас был Алексей Навальный? Вы знаете, я не была его, так сказать, сторонницей, какой-то последовательницей. Но, конечно, он восхищал своей личностью, своей свободой, своим юмором. Своей надеждой, которую он нам давал, даже тем, кто, может быть, не во всем был с ним согласен. Что просто был другой человек, просто была возможность видеть другие возможные предложения, другую возможную политику. Остается ли у вас сейчас еще надежда? Слушайте, ну это такой довольно абстрактный вопрос. Ну, а что, лечь и умереть? Ну, какая-то остается, наверное. Не знаю на что, пока непонятно что. На что она может быть, эта надежда, честно говоря. И в конце хотел бы спросить, не страшно ли вам каждый раз сюда приходить? Ну, каждый раз немножко страшно, да. Но если уже бояться положить цветочек, то уже тогда и из дома страшно выходить. Скажите, пожалуйста, что для вас значил Алексей Навальный? Ну, Алексей Навальный, это, во-первых, человек, который меня приобщил к политике. Из-за того, что он там в социальных сетях написал, я чувствовала его присутствие. Он был близким человеком, на самом деле. Хоть он и политик, мы с ним один раз только виделись вживую. Прям ощущаю, что потеряла близкого человека. Что еще испытывает сейчас вообще на душе? Помимо скорби я испытываю ярость. Я не понимаю, как вообще люди могут совершать такое. Убить в тюрьме беззащитного человека, это просто надо... Не знаю, кем надо быть. Потерять вообще все человеческое. Ярость я испытываю, гнев ужас. У вас остается сейчас какая-то надежда вообще? Ну, Алексей Навальный нам завещал не терять надежду. Поэтому я думаю, что просвет какой-то будет когда-то, рано или поздно. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok.